Российский офис компании Škoda приглашает всех желающих присоединиться к виртуальному внедорожному тест-драйву кроссоверов на официальном сайте бренда. Так, благодаря современным мультимедийным технологиям, клиенты и поклонники марки могут, не выходя из дома, протестировать автомобили онлайн, дистанционно оценив внедорожные преимущества моделей Kodiaq и Kurok. Отметим, что именно Škoda стала первым автопроизводителем на российском рынке, кто предложил подобное цифровое решение для потребителя. Что особенно актуально во время пандемии и повсеместных ограничений. Новый сервис предлагает уникальное виртуальное пространство для тестирования кроссоверов чешского бренда. Все желающие могут оценить семейный Kodiaq и городской Kurok, воссоздавая реальность на экране электронного устройства. При этом сама трасса была специально создана для таких съёмок. А для оценки внедорожных качеств модели предусмотрена возможность просматривать прохождение испытаний с нескольких ракурсов. Из салона, со стороны или с квадрокоптера. Маршрут Škoda Adventure Experience проходит по живописному лесному маршруту и сконструированной трассе. Среди препятствий подъём на холм под углом 25 градусов и проезд на высоте 4 метров. Сдвоенный боковой склон, а также крутые съезды, на которых угол крена достигает 35 градусов. Все эти упражнения должны продемонстрировать боковую устойчивость, жёсткость кузова, преимущество высокого клиренса и геометрии автомобилей, то есть полностью раскрыть внедорожный потенциал Kodiaq и Karoko. При прохождении виртуального тест-драйва каждый сможет оценить работу ходовой части и системы полного привода автомобилей, плюс понять уровень проработки электронных систем помощи водителю, которыми оснащены чешские SUV. Для того, чтобы пройти виртуальный тест-драйв, необходимо найти соответствующую вкладку на сайте чешского бренда, а затем, дождавшись загрузки видео, начать виртуальное путешествие. И ещё одна новость от чешского бренда. С конвейера главного завода Skoda Auto в Младо-Болеславе начали сходить хэтчбеки Fabia 4-го поколения. Для запуска производства новой модели пришлось модернизировать производственные линии, и во что было вложено 110 миллионов евро. Напомним, что Fabia впервые базируется на новой модульной платформе MQB A0 концерна Volkswagen, что позволило ей не только стать самой просторной в сегменте, но и обрести новый уровень комфорта, а также современные системы безопасности и помощи водителю. Таким образом, у новой Fabia есть все шансы превзойти успех своей предшественницы.